Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова Владимир Конюка и канал Супер Мангал. Самый вкусный канал на просторах интернета. Через пару часов я ожидаю гостей. И сейчас у меня здесь все горит, пылает. Я намерен сегодня гостей угощать узбекским пловом. Ну, для меня плов блюдо, скажем так, культовое. Всякий раз, когда я его готовлю, для меня это всегда своего рода экзамен и испытание. Потому как моя жена родилась и выросла в Узбекистане. И ей, собственно говоря, есть с чем сравнивать. Это, конечно, дисциплинирует. Уважаемые друзья, конечно же, здесь, в Европе, мы не приготовим тот узбекский плов настоящий. Потому что для этого надо жить в Узбекистане. Надо родиться с вот этим чувством понимания, сочетания вкуса курдючного жира и зиры. Мы этого не знаем. У нас нет этих генов, которые бы заведовали оттенком этих восприятий этого вкуса. Но мы всегда можем сделать примерно то же самое из тех продуктов, которые у нас есть. Нам для этого понадобится, из расчета на килограмм рыса, рыс уже тщательно подготовленный, уже промытый. На килограмм рыса нам понадобится килограмм моркови. Нам понадобится, ну, надо бы не менее килограмма мяса. Здесь у нас гораздо больше, потому как мясо у нас ребрышки. Ну, мясо возле кости, оно всегда гораздо вкуснее, чем мясо-мякоть. Лук, зира, казан. Ну и, конечно же, чудесная маленькая садовая печь уже на взлете. Итого, приступаем. Первым делом поставили казан и заливаем растительное масло. В Узбекистане это был бы курдючный жир. Растительного масла положено заливать много. Из расчета на килограмм плова, где-то около 200 граммов масла. Ну, вот так вот. Я думаю, достаточно. Вот так. И дождаемся, пока масло нагреется. Нагреется хорошо, очень хорошо. Начнет дымить. Первым делом бросаем самую крупную кость. И несколько подпишек поменьше. И дожидаемся, пока поверхность мяса не возьмется розовой корочкой. Вот буквально прошла минута, и мы видим, что мясо уже начинает подрумяниваться. Это именно то, что надо. От сильного теплового удара моментально поверхность мяса начинает подрумяниваться. Еще пару минут, и буду бросать лук. Лука на это количество, килограмм риса, у меня ушло две больших луковицы. Лук я нарезал толстыми полукольцами. Почему толстыми? Тонкие ломки могут моментально угуглиться при высокой температуре. Это нам не надо. Вот смотрите, у меня это подрумянилось. И закладываем лук. Я всем советую сделать вот такую вот печку. Никаких материальных затрат это не требует, но очень удобно. Так, лук у нас подрумянился, и теперь закладываем остальное мясо. Вот такой вот роскошный яйцо. Снова же сильный огонь. И добываемся румянца на мясо. Если иногда объект выходит из кадра, уже прошу не винить меня. Потому что, хотя же вот, хозяйка моя занята. Готовится крыльного сей. А мне приходится самому быть вместо оператора и вместо повара. Ну, смотрим, что у нас получилось. Мясо у нас начало подрумяниваться. Как раз нужная кондиция для того, чтобы засыпать морковь. Засыпаем морковь. И так отмечаем. Тщательно перемешиваем, чтобы огол упала туда. Как самую нижнюю часть указана. Чтобы не оказалось подгоревшего мяса у нас случайно. А этот. Еще немножко-немножко. И морковь будет. Уже в готовой кондиции. Вот уже поспела наша морковь. И сейчас я буду заливать воду. Воду надо заливать в таком количестве, чтобы она слегка прикрыла морковь с мясом. Закладываем чеснок. Вот. Вот. Очищенный от верхних чешуек. Вот так. И ложим вот такую вот красоту. Надо, чтобы перец, вот этот перец чили, был не поврежденный. Иначе будет очень горьким плов. А так вот, когда целый год, он дает аромат, вкус. Но горечи совсем немного. Плов на этой стадии приготовления вот это варево из мяса, моркови и воды называется зирвак. Именно зирвак определяет вкус будущего пловешника. Потому что именно в зирвак закладываются специи, добавки и соль. По классическому узбекскому рецепту, именно сейчас вот нужно заложить горсть заранее замоченного нута. Это сладкий горох. Столовую ложку барбариса. Полторы-две чайных ложки раздавленной ступки зиры. Ну и конечно же соль. На это количество можно смело сразу закладывать столовую ложку соли. Ну а потом еще добавлять по вкусу. Нужно следить, чтобы зирвак был несколько солоноватым. Из расчета того, что потом рис заберет излишек соли. Прошло 20 минут, пожалуй морковь у нас уже сварилась. Сейчас вылавливаю перец, вылавливаю чеснок и вот те крупные кости, которые я бросал в самом начале. Вылавливаю их отдельно. Закладываем рис. Рис белоснежный, промытый. И вот так вот тонким слоем мы его располагаем. Потому что там уже налиток холодное вино. А здесь жарко. Сейчас вот выкладываю рис. Минут на 20 иду за стол. А сейчас вот плов сверху можно посыпать изюмом и айвой. Накрыть крышкой и дать потомиться на затухающих углях. Такой плов будет называться изобилие. И обычно готовится на свадьбы и торжества. 20 минут на медленном огне и вот у нас уже все готово. И сейчас приступаем к самому интересному. Будем насыпать. Чесночок. 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 вот так эту косточку тут ту которая изначально жарилась вот так вот эта перчинка чесночок и на праздничный стол вот так вот вот так вот вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok